Где-то еще по***ть на тебе. Ладно. Можно на***ть? Ты на***ть. Я тоже не знаю, я не знаю. У***ть. О***ть. Это кадры из Орла. Там два дрона врезались во многоэтажку. Кроме того, сегодня в выпуске. В российском СИЗО погиб пианист Павел Кушнир. А еще арестован сенатор Савельев. Его подозревают в организации убийства. Это новости Воздух. Сейчас узнаете все подробнее. Десятки дронов атаковали сразу несколько регионов России. Минобороны отчиталось о 75 сбитых беспилотниках над Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской, Рязанской, Воронежской областями. А также Краснодарским краем и Азовским морем. В Ростовской области под удар попал аэродром, в Белгородской нефтебаза, а в Орловской – жилой дом. Об ударе двух беспилотников по многоэтажке в микрорайоне Болховский им сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его данным, пострадал один человек. Говорят, сюда летит, все убегают, тут пожарные. Очень много людей разъезжаются. Разворачивайся. Говорят, сюда летит, на Болховский. Скажи, еще летит. Еще, да, еще летит на Болховский. О, она! Летит! Уезжайте! Сейчас мы покажем вам кадры из Ростовского области. Куда бежать? Никуда, нет, мама. Заташки в погреб, боже. Иди, этого буди. Глава региона рассказал также о последствиях ночной атаки. По словам Голубева, повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. В последнем введен режим чрезвычайной ситуации. Однако, телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали, что целью атаки стали военный аэродром Морозовск и комбинат АТЛАС. Он поставляет нефтепродукты российским военным. Слухи по себе! Украинская сторона подтвердила удар по аэродрому. В сводке генштаба ВСУ говорится и об атаках по нефтебазе в Ростовской, Курской и Белгородской областях. Глава последней Гладков признал удар по нефтебазе в Губкинском городском округе. Там прогромел взрыв. Загорелся один из резервуаров. А в селе Салтыково того же региона дрон Камикадзе атаковал легковую машину. Водитель получил ранение. Кроме того, еще два беспилотника ударили по парковке в поселке Политодельской. По данным губернатора, пострадавших там нет. Это кадры из Нижнего Тагила. Там день траура. Напомню, 1 августа произошел в городе взрыв. Трагедия унесла жизни 10 человек, в том числе пятерых детей. Пострадали 26 человек. Поисково-спасательные операции завершили. Вот на этих кадрах вы видели, как рабочие снесли часть дома. Разбор завалов продолжается. Об этом говорит глава города Пинаев. Рядом с местом брушения пятиэтажки образовался стихийный мемориал. Местные жители принесли туда цветы и игрушки. Пресс-конференция с освобожденными в результате обмена Владимиром Карамурзой и Ильей Яшином Андреем Пивоваровым прошла накануне в редакции Deutsche Welle в Боне. Политики рассказали, что российских участников масштабного обмена, которые заключили Россия и страны Запада, освободили и выдворили из страны без загранпаспортов, документов помилований и вопреки протесту против высылки, которая на самом деле запрещена Конституцией. Каждого в сопровождении специально представленного сотрудника ФСБ. Илья Яшин рассказал о том, как он лично отнесся к собственным обменам. И тем не менее это тяжело осознавать, что ты вышел на свободу, потому что убийца вышел на свободу. Это сложно. Это эмоционально очень тяжело. И признаюсь, конечно, у меня очень тяжелый груст на душе из-за того, что за решеткой остались мои товарищи. Многие политические заключенные, по данным мемориала, в России сегодня больше тысячи политических заключенных. В том числе люди, которые должны были сидеть сегодня за этим столом вместо меня. Это и Алексей Горинов, мой товарищ по совету депутатов Красносельского района. Депутат солидного возраста, у которого нет части легкого, которого мучают в Владимирской колонии, где сидел Навальный. Андрей Пиловаров обратился к странам Запада. Наша задача тех, кто сейчас оказался на свободе, и тех, кто до этого на свободе, сделать так, чтобы мы несли тем людям, которые сейчас находятся под давлением, надежду и идеи, что мы можем делать. Понемножку, по шагам, но не ждать, а действительно действовать. Мне кажется, что очень важно. Я бы хотел, пользуясь этой возможностью, сейчас обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям, России, к людям и к власти, и показали, протянули руку. Это может быть в мелочах, может быть ослабить давление в отношении людей, именно людей. Дать какие-то простые вещи, такие как разрешение, например, на образовательную визу для молодежи. Какие-то простые вещи, где мы дадим россиянам возможность увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает мой телевизор, а такие же люди, которые помогают людям выжить и освободиться. Ну, а Владимир Камурза говорил в том числе и об Алексеи Навальном. Я честно скажу, мне трудно не думать о том, что может быть, если бы как-то быстрее шли какие-то процессы, если бы более четким было это понимание в общественном мнении, в том числе и здесь в Германии, если бы меньше сопротивления пришлось преодолевать правительству Шольца в деле освобождения путинского киллера Красикова, очень может быть, что Алексей сегодня был бы жив и был бы на свободе. В продолжении темы политзеков абсолютно дикая история в СИЗО Бирбиджана. Там после сухой голодовки скончался активист и пианист Павел Кушнир. Как говорит глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, его тело просто не выдержало. Другие подробности пока не приводятся. Павел Кушнир был задержан в мае этого года по обвинению в призывах к терроризму. Поводом стали антивоенные видео в его YouTube-канале, на которые были подписаны пять человек. Вот фрагмент одного из таких роликов. Долой фашистский путинский режим, свободу всем политическим заключенным, свободу вообще всем заключенным и вообще свободу всем. Кушнир был пианистом, он закончил московскую консерваторию, после чего работал в разных филармониях. В 1923 году он стал солистом Бирбиджанской областной филармонии. Вот фрагмент его интервью, которое он дал местному телеканалу примерно полтора года назад. Молодежь считает, что будет второй шанс. В этом же идеализм он и есть, что всегда будет еще одно чудо, еще одно чудо. Но какое-то из чудес оно становится последним. Что стало причиной голодовки, пока неизвестно. В чистке в российском софере Басманный суд арестовал сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева и его обвиняют в организации убийства. Он арестован на два месяца до 2 октября. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, что Савельев за 100 тысяч долларов заказал партнера по бизнесу Илонова, которого заподозривал в хищении совместных средств. Однако нанятый исполнитель сдал заказчика и посредника спецслужбы. Посредником, кстати говоря, выступал личный помощник сенатора. По информации СМИ, Савельев выходец из клана Кириенко, первого зам администрации президента. Они знакомы еще с нижегородских времен. Интересен и сам момент задержания сенатора. Это произошло прямо после заседания САФЕДа, прямо после речи Матвиенко. Вот вы видели, вышел на сцену фактически гемпрокурор Краснов. Он попросил снять неприкосновенность сенатора. И уже на выходе Савельева сдержались увеки. В Бурятии критическая ситуация из-за сильных дождей. Два моста смыло потоком воды, отрезав жителей от цивилизации. В селе Ханхалой затопило дворы. Электричества нет уже вторые сутки. Местные неоднократно предупреждали о надвигающейся опасности. Но их крики о помощи остались без ответа. На стопе тоже так же, как и у нас в Тарбогатайском районе. И вот здесь сейчас, на Ханхалой, глава никаких мер не принимает. Это что такое-то? Друзья, это все новости, которые у нас были к этому часу. Для вас в студии работал Дмитрий Яловский. Спасибо, что вы были с нами. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео, писать комментарии. Ну, конечно, подписываться на Хатарковский лайф. У нас много важного, интересного и классного контента. Например, те ролики, которые вы сейчас видите вокруг меня. Всего хорошего. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok